Облачные конференции, здесь он дает. Мы начинаем. Добрый день, уважаемые экспертки, уважаемые зрители нашего мероприятия. Я приветствую всех вас на экспертной встрече региональной аналитической платформы Кабар.Азия. Сегодня мы будем обсуждать тему развития городского активизма в странах Центральной Азии. О проблемах наших городов не говорит разве что ленивый. Этот набор проблем известен и одинаков почти во всех городах нашего региона. Но встает вопрос, что делается для решения этих вопросов и проблем, и какой вклад оказывают сами жители. Нужно ли уповать только на власти, доноров и так далее. На сайте нашей аналитической платформы Кабар.Азия мы периодически публикуем аналитические и журналистские статьи по поводу этих проблем. И там часто всплывает аспект про городской активизм. Сегодня вместе с экспертами мы поговорим о том, как же развивается городской активизм в странах Центральной Азии. Насколько жители городов Алматы, Бишкека, Ташкента и Душамбе проактивны и инициативны. И как обстоит ситуация с городским активизмом в этих мегапульсах. Из Алматы с нами сегодня на связи Салтана Ташимова, общественный активист. Она одна из создательниц инициативы «Защитим Алматы», блогер, а также активная участница инициативы «Защитим Кокчайлау». Из Бишкека с нами Рада Валентина Кызы, гражданская активистка, городская исследовательница и основательница инициативы «Пешком». Из Душамбе с нами на связи активистка и создательница группы на Фейсбуке «Я Душамбинец» Гульнора Амиршоева, которая также является главным редактором «Вечерка Тиджей». Из Ташкента с нами Лола Исламова, городская активистка, учредитель и главный редактор информационного агентства «Анхор.уз». Давайте поговорим о состоянии городского активизма в городах стран Центральной Азии. И поговорим мы вот в каком аспекте. Во всем мире городские жители являются неотъемлемой частью жизни этих самых городов. Они оказывают влияние на то, как развиваются или деградируют среда их обитания. Это влияние может принимать активную форму, когда горожане объединяются против какой-то спорной инициативы городских властей или для реализации какой-то конкретной инициативы ради улучшения своего города. И в то же время бездействие городских жителей также оказывает влияние на среду, в которой они обитают, когда с их молчаливого согласия чиновники, бизнесмены и другие влиятельные люди превзносят какие-то новшества, которые не отвечают интересам города. Первый вопрос мой, Салтанат Ашимов. Пожалуйста, Салтанат, расскажите, насколько жители Алматы проявляют неравнодушие к конкретным проблемам своего города, своего района, микрорайона. Как вы оцениваете состояние городского активизма в своем городе? Пожалуйста, Салтанат. Всем привет! Если говорить об Алматы, то это самый активный город по части активизма. Здесь самое активное гражданское общество, в отличие от всех других городов. И яркий пример – это защита Кокжи-Ляу. В течение примерно 10 лет жители города защищали это небесное пастбище. И им удалось все-таки его защитить, отстоять. Вышло постановление президента о том, что запретить там стройку. Но в течение этих 10 лет, мне, например, я говорю о своем опыте, пришлось очень много проделать работы в разных областях. Это и писать посты, и ходить, и организовать походы, флешмобы, сходы, собирать подписи. И видео-арт. Я как художница, я сделала такой проект, видео-арт Кургал. И выставка была, кстати. Она прошла и в Алматы, и в Риме. Люди стали понимать, что Алматы – их дом, и в этом доме нужно себя вести по-хозяйски. Причем, когда я говорю о хозяйском подходе, это должен быть порядок. И ты сам не должен нарушать этот порядок и не давать это делать другим. Между тем, стоит однозначно отметить, что если взять активность жителей отдельно взятого района по вопросу, например, застройки города, плотняющей застройки, или, ну, и почему я говорю об уплотняющей застройке, так как мы живем в Котловане, это очень влияет на экологию города. Дело в том, что Алматы находится в зоне экологического бедствия, и эта власть игнорирует. И уплотняющая плотная такая многоэтажная застройка, она катастрофически улучшает экологическую ситуацию в городе. И мы видим, что есть такой однозначный вывод. Дело в том, что жители у нас не всегда готовы, нет, они готовы защищать вот до последнего, ложиться под кран, делать что-то, да. Но в то же самое время проблемы всего города их не очень волнует, к сожалению, ну, в меньшей степени волнует. Вот это очень большая проблема. И я в своей работе общественной пытаюсь донести людям, что необходимо обращать внимание и на проблемы всего города, не только своего района. И таких людей, к счастью, появляется все больше и больше. Ну, я бы сказала, что активизм у нас в зачаточном состоянии сейчас. Но при этом однозначно стали понимать, что проблемы нужно решать системно. И граждане готовы принимать участие в законотворчестве. Есть активные бизнесмены, но, к сожалению, их очень-очень мало. И эти бизнесмены, в основном женщины, они готовы вкладываться и своим временем, и деньгами, и, можно сказать, мыслями, своим каким-то опытом. Вот то, что я могу сказать вкратце об активизме в Алматы. Спасибо, Салтанат. Давайте послушаем сейчас, как обстоят дела в Бишкеке. У меня вопрос к Раде. Рада, пожалуйста, охарактеризуйте отношения жителей Бишкека к своему городу. Они проактивные или равнодушные, пассивные? Как обстоят дела в Бишкеке с помощью людей состоятельных? Есть ли предприниматели, которые активно помогают в решении проблем города? Вообще расскажите о том, в каком состоянии находится городской активизм в Бишкеке. Пожалуйста, Рада. Ну вот Салтанат сказала очень хорошую фразу про активизм в зачаточном состоянии. Я думаю, эта фраза очень хорошо подходит и для Бишкека. Несмотря на то, что Бишкек, опять же, по всему Кыргызстану все-таки самая такая активная точка, когда горожане хоть как-то реагируют, но я думаю, вот здесь нужно разделить. Есть организации из неправительственного сектора, которые поднимают эти проблемы, стараются их как-то решать, а есть просто горожане, которые либо как-то себя связывают с городом, либо как-то не связывают. Сейчас мы очень хотим все-таки поднять вот эту гражданскую активность, чтобы люди начали понимать, что не все в городе зависит от муниципальных властей. Хотя многие, большинство считают, что если что-то делать в городе, то должны обязательно делать мэрии, либо там депутаты БГК. При этом у нас недавно прошли выборы в Бишкекский городской совет, БГК — это был Бишкекский городской совет. И очень низкая, конечно, явка избирателей. Сейчас у нас еще инициируется закон новым президентам о том, что вообще граждане не будут иметь право голоса и ни на что влиять. То есть депутаты БГК не будут уже отчитываться перед ним. Это, конечно, ужасно. Есть еще, я думаю, очень важно сказать, закон, который приняли недавно. Мы расцениваем это как закон против НТО, это дополнительная отчетность для НТО. Хотя активистское сообщество выступало против, его все-таки приняли. И насчет личного активизма, личный активизм, нам хотелось бы, чтобы этого личного активизма было больше. Он наблюдается, скажем, когда возникает какая-то опасность в каком-то районе. Допустим, вырубка деревьев. Люди могут выйти, выступить против этой вырубки, но практика показывает, что деревья все равно вырубают. Это делается для расширения дорог. Сейчас у нас мы получили китайский грант на ремонт дорог. Идет вторая фаза. И вот в рамках этого гранта очень много вырубки, много ремонта и расширения, которые совершенно необоснованы. Но, тем не менее, мы активистским сообществом пытаемся как-то на это влиять. И добиваемся того, что какие-то дороги все-таки из плана выходят в расширение и сокращают вырубку деревьев. То есть мы не добиваемся того, что деревьев вообще не вырубают, мы добиваемся того, что их меньше вырубают. Допустим, 4 тысячи должны были, оставили там тысячу. Это тоже победы. Ну, вот как-то так. Не знаю, ответила я на ваш вопрос или нет. Да, Рада, спасибо. Как я уже вначале говорила, проблем в городе очень много. И они одинаковые для всех стран Центральной Азии. Я хочу сейчас задать вопрос Гульноре Мершуевой. Гульнора, пожалуйста, расскажите, каковы инициативы городского активизма в Душамбе? Как вы оцениваете состояние? Есть ли более-менее состоятельные люди, которые оказывают финансовую поддержку? И вообще, как развивается городской активизм в Душамбе? Пожалуйста, Гульнора. Здравствуйте, коллеги, наши слушатели. Я сейчас скажу вкратце общую обстановку, пока не буду приводить примеров. У нас для этого есть еще время. Я хочу сказать, что заметно городской активизм начал развиваться у нас с развитием социальных сетей. Потому что люди начали делиться проблемами, своими переживаниями, особенно коренные душанбинцы. Они замечали изменения, которые происходят в родном городе. Я, в частности, сейчас буду говорить о столице. И они очень переживали, что происходит много различных изменений в их городе, не всегда положительных, не всегда таких, которые им, как коренным жителям, нравятся. Конечно, что нельзя сказать о приезжих жителях Душамбе, которым, ну, можно сказать, изразлично все, что здесь происходит, потому что у них немножко другой менталитет. Это люди, которые приехали с регионов, и их очень много. И они, можно сказать, как-то немножечко притесняют городских жителей своей новой культурой провинциальной. Тем не менее, городские жители коренные, да, которые вот остались здесь, многие, я могу сказать, что уехали за эти последние годы, они очень активны в своих высказываниях и каких-то действиях. И вот эти последние 10 лет, которые я буду припоминать дальше в своих примерах, это как раз-таки последние 10 лет бурного развития социальных сетей и хорошего, так скажем, активного развития городского активизма. Простите за тавтологию. Вот. Что касается бизнесменов, есть такие бизнесмены, которые помогают и в отдельных каких-то акциях активизма для жителей, но большинство бизнесменов у нас помогают городу, так скажем, по просьбе властей. Потому что я сама была депутатом городского совета народных депутатов 5 лет, с 2015 по 2020 год. И я знаю, сколько много бизнесменов поддерживали, так скажем, просьбе городских властей по различным действиям водоустройствия города, строительстве, дорог, каких-то других крупных, так скажем, положениях. Но, может быть, не всегда бизнесменам это нравилось, тем не менее они никогда не отказывали городским властям и помогали, потому что бюджета города на все это, как всегда, не хватало. Ну а что касается помощи активным гражданам, общественным каким-то акциям, ну тут, конечно, мизерная помощь, но она была, присутствовала не всегда, редко, но была я потом об этом в примерах своих рассказов. Спасибо, Гульнора. И мы сейчас послушаем о том, как обстоят дела с городским активизмом в Кашкенте. Пожалуйста, Лола Исламова, вам слово. Расскажите, пожалуйста, как развивается городской активизм в Кашкенте? Ну, вообще городской активизм в Узбекистане имеет такие исторические корни. это было в традициях нашего народа, вот, и узбекского народа, и всегда это было и есть. Вот, конечно же, есть у нас сейчас ограничения, связанные, во-первых, с пандемией, и, во-вторых, у нас есть закон, предписывающий необходимость получения санкций, специальных санкций, когда собираются больше ста людей. Вот, поэтому я могу сказать, что наш городской активизм сейчас ввиду вот этих ограничений из пандемии и законодательства, он так вот перенесся на просторы интернета, в социальные сети. Вот, очень похожие, как вот коллеги рассказали, активности у нас по спасению деревьев, у нас жутко истребляют просто деревья, по спасению зданий, потому что тоже идет вот эта вот бездумная застройка. Что еще? То есть, кроме этого, то есть не только тогда, когда люди что-то защищают, есть хошары наши такие знаменитые, когда весь народ собирается и производит уборку, или вот знаменитый, я почему сказала исторически, именно методом хошара, такой, можно сказать, городской активизм, областной активизм, такой республиканский активизм был, когда был построен канал, наш такой известный, ферганский. Вот. Кроме того, можно говорить о городском активизме, у нас есть такие сообщества, в Кыргызстане, на юге Кыргызстана это тоже есть, на юге Казахстана, и в Таджикистане тоже есть мхале, когда мхаля сама что-то организовывает, и жители выходят. Вот. Но я могу говорить о тенденциях, что именно городской активизм сейчас перешел в социальные сети. Если говорить о поддержке, если я не перескакиваю, о поддержке, кто поддерживает, ну, если инициирует, конечно, предположим, хокемиат, мэрия, руководство города, то мэрия, конечно, это дело и поддерживает. Очень много такого городского активизма, если можно назвать городским активизмом, когда это поддерживается неправительственно, крупными неправительственными организациями, такими, прогосударственными, да, союз молодежи. Вот. Это, опять-таки, все, что касается, там, посадки деревьев, уборки. Есть такие небольшие локальные, когда бизнес поддерживает настенную графику. Вот. Я помню, когда и вот тот же упомянутый мной союз молодежи поддерживал вот такую активность. И, конечно же, это, если говорить не о традиционных хошарах, а о чем-то новом, о городском активизме, это столица, конечно, больше развита. В основном развита. Вот. И люди осторожничают, потому что есть, опять-таки, законодательства, о котором я упомянула. Ну, вот, вот, вот то, что сейчас я могу сказать по этому поводу. Спасибо большое, Лома. Я очень рада, что вы отметили, что городской активизм очень активно, активен на страницах социальных сетей. Он переехал в интернет, и какие-то инициативы, о которых мы слышим, они вот чаще всего со страниц Фейсбука, групп какие-то организованы, они происходят. Давайте сейчас мы поговорим об успешных проектах и инициативах от городских жителей, от активистов. Например, вот в столичных и крупных городах по всему миру бурно развиваются современные формы и темы активизма, в которых значительную роль играет именно интернет и гражданское творчество. Есть такой термин, как городской партизанин. Это изменение пространства города без специальных санкций, ремонт, улучшение, украшение проблемных зон и так далее. Рада, я хочу у вас спросить. Пожалуйста, расскажите об успешных инициативах, реализованных в вашем городе, в Бишкеке. Что это за проекты и каков их масштаб? Пожалуйста. Ну, про эти инициативы я могу рассказать, что мы проводим воркшопы по городским интервенциям. Городские интервенции как раз-таки вот эти эксперименты, о которых вы сказали. Цель этих воркшопов, основная цель, это вот создать некое комьюнити и дать им навыки по привлечению внимания к городским проблемам и решению их. Вот один из успешных кейсов. И вообще, как это происходит? Воркшоп мы даем некую теорию, выдвигая все участники предлагают идеи, которые их беспокоят. И мы в конце воркшопа мы голосуем. То есть все, какую проблему мы выбираем и каким образом мы выбираем ее решить либо привлечь внимание. Потому что цель городской интервенции не всегда решение проблемы, а именно привлечь внимание и показать, как можно ее решить. и то есть это инициируем мероприятие мы, но в итоге предлагаем саму интервенцию не мы, а сами горожане. И в этих воркшопах могут принять участие абсолютно все, кому не безразлично что два города. То есть у нас нету никаких требований к возрасту, ни к специальности. Нужно быть просто ответственным горожанинам. И вот одна из инициатив она закончилась тем, что мы отвоевали тротуар возле ЦУМа, то есть это центр города, который стал парковкой. Это интересный кейс, мы сами не ожидали, что будет такая быстрая реакция. То есть мы развернули, мы буквально купили там травяное покрытие небольшой, такой кусочек, устроили пикник возле ЦУМа, конечно, мы это заняло какое-то время, потому что нам нужно было дождаться, когда освободится место, это было место примерно для двух машин. Мы там собрались, уселись, естественно, все это снимали, говорили наши сообщения, написали на плакатах, чего мы хотим, что место должно быть для людей, а не для машин. На следующий день это буквально подхватили очень много СМИ. И в тот день во время интервенции выходила охрана ЦУМа, это были выходные дни, руководства протоколова не было, они очень просили нас уйти. Вообще, по законодательству, они говорили, что это их территория, но по законодательству я с юристами мэрии поговорила, они сказали, что тротуары они не могут быть ни в Арензии, ни в частной собственности, потому что это муниципальная собственность. Вот. Когда мы сказали охране, это был руководитель охраны, он сказал, хорошо, окей, у нас так не принято, просто может быть где-то на западе так принято, а у нас нет. И вот это, мне кажется, очень хорошо показывает, почему люди не делают, потому что не принято. Но мы все-таки вот добились того, чтобы он дал какое-то определенное время нам посидеть. За это время мы все подсняли, сфотографировали как раз то, что нам было нужно. Но эта акция могла бы просто появиться в соцсетях, но и про нее вы благополучно забыли, если бы не было никакого результата. На следующий день я просто стала звонить во все... А, нет, дело было так, что мы попросили наших читателей тегать в комментариях мэрию и руководство ЦУМа. И ЦУМ написал, что они не могут решить этот вопрос, этим должна заниматься мэрией. Окей, мы получили ответ ЦУМа. Я вот стала просто звонить во все инстанции, в мэрию, в ПСМ, это вот ГАИ, да, патрульные, для того, чтобы как-то решить эту проблему, конечно, это была огромная куча звонков. А в итоге мы все-таки дозвонились, не знаю, не до нужного номера, да, а вот какого-то стечения обстоятельств. Я действительно считаю, что это какая-то удача, потому что было просто слишком много звонков, когда уже опускались руки, мы думали, ну вот хорошо, последний звонок. И у ПСМ, это вот наши патрульные, они отреагировали. Хотя вот сколько раз этого мы звонили, нас перенаправляли, или хорошо, мы разберемся. А тут вот этот человек сказал, хорошо, мы выезжаем на место. И они выезжают, они включают видеосвязь по WhatsApp. Я их провожу буквально к этому месту, потому что там непонятно, где, всем кажется, что это легальная абсолютно парковка. И они выходят, администратор ЦУМа, они ему говорят, что это тротуар, то есть у них вообще не возникло никаких вопросов, тротуар это или нет, хотя у других до этого были эти вопросы. И они сняли на видео, как этот администратор ЦУМа уже обещает освободить тротуар от парковки. Мы тут же приезжаем после, ОПСМ, еще раз говорим с администратором, он обещает, это уже после того, как все-таки ОПСМ приехали, да, то есть если бы не было реакции городской власти, то я думаю, ничего бы не произошло. И на следующий день уже там не было машин, и через какое-то время они уже поставили там скамейки, и теперь машины как бы не хотели, они туда не могут заехать, поэтому да, это однозначно победа. Но вот сейчас у нас другой кейс, у нас очень плохая ситуация с велодорожками, вообще с велоинфраструктурой по городу в целом, и у нас вот в прошлом году нарисовали такие велополосы, то есть отделили, отремонтировали часть тротуаров, и просто краской нанесли полосы для того, чтобы разделить, да, велосипеды и пешеходов. Но это не работает, это очень мало заметно. И недавно произошел случай наезда очень больших травм получила женщина на велополосе, это все заснято на видео, видно, что вины велосипедиста нет, вины пешехода тоже нет, вот просто конфликтная зона. И мы решили, вот мы также собрали вопшоп, пригласили велосипедистов, и решили совместно, что нужно как-то цветом отделить этот вот участок велополосы. Мы взяли, купили зеленую краску посадную и обозначили эту велополосу, нарисовали как варьетом знаки велосипедов, да, там нарисовали пешеходные переходики с остановки. Хотя мы понимаем, что, конечно, в идеале все должно быть не так, но вот при тех условиях, которые есть, мы попытались что-то изменить. Вот, сейчас, конечно, ситуация немного непонятная, потому что Первомайский кемиат, к которому относятся территории, они написали заявление в УВД, я не знаю, чем в итоге это закончится, вот, но тем не менее мы вышли на переговоры с Первомайским кемиатом, озвучили им свои требования, предложения, как можно улучшить свою структуру. В четверг у нас должна была состояться встреча, мы ее назначили уже с вице-мэром, который ответил по этим вопросам, то есть завтра фактически, да, но сегодня стало известно, что он попал в ДТП, все живы-здоровы, но тем не менее встреча под вопросом, но мы будем продолжать лоббировать развитие безопасной инфраструктуры в городе, пока вот, пока так. Ну, есть еще несколько удачных кейсов, я не знаю, если время позволяет. Хорошо, спасибо, Рада, может быть, если у нас останется время, еще расскажем. Сейчас я просто хочу сказать, что вот когда мы наблюдали за вот этим вашим кейсом по тому, как отвоем фэлли тротуар возле Цумы, это было очень интересно, и это было, ну, просто как-то поучительно, потому что вот далее, наверное, нам Ульнора расскажет о том, как будет, но это будет потом, а сейчас я хочу у Лолы спросить. Вот в Ташкенте возможно такое, пожалуйста, Лола, расскажите. Да, можно перечислить успешные инициативы, проекты, которые реализованы благодаря усилиям самих жителей. Что это за проекты, какие у них масштабы, расскажите, пожалуйста. Ну вот в этом году вообще Цум, видимо, это какой-то такой центр раздора. У нас тоже есть Цум, и возле Цумы есть чудесный сквер. Но поскольку все здания Цумов находятся в центре, то и прилегающая к ним территория, она очень такая лакомый кусочек для застройщиков. И у нас около Цума есть очень такой сквер. Вот. Он симпатичный, он незаброшенный, и деревья. Словом, сквер, где гуляют люди, молодежь. И вдруг Мэрия объявляет о том, что они будут устанавливать в этом сквере стеллу. Стеллу то ли независимости, то ли стеллу как какую-то стеллу. В общем, народ собрался. Вот. Значит, народ собрался. Все это, конечно, было растиражировано в социальных сетях. И весь шум городские активисты подняли сначала в социальных сетях, а потом уже вышли на этот сквер. Мэрия, к чести, надо сказать, что они не оставили это без внимания, в хорошем смысле, пришел мэр и был диалог с людьми, с народом. Не обошлось, конечно, без инсценировок. Мэр пришел не один. У него была большая группа поддержки, которая говорила, да зачем нам этот сквер, нам вот нужна эта стелла. Мэр уверял, что только стелла и все. Понятное было, что вместе со стеллой уберут очень много деревьев. В общем, жители сказали, нам не нужна эта стелла, она совершенно здесь не нужна, буквально в 500 метрах площадь независимости там стеллу ставьте. И в конце концов Мэрия даже выдвинула некое голосование, где большинство голосовавших выразили свое несогласие с этой стеллой и в конце концов стеллу увезли куда-то за город. Решили ставить стеллу, вернее не увезли, а ее решили ставить где-то за городом. Я считаю, что это очень положительный момент. Не обошлось опять-таки без вынужденного нарушения закона, потому что важно было не собраться в этом парке, где собирали кстати подписи, не собраться, чтобы не было больше ста человек. В общем, это очень, я считаю, такая положительная, замечательная история с хорошим концом такого городского активизма. Кроме того, городские жители отстаивают свои какие-то небольшие совсем скверики, тоже все начинается в социальных сетях. Еще достаточно успешно можно рассказать о двух кейсах, их объединяет то, что это оба дома, жилые дома, они имеют такое историческое значение, красивые дома начала 20 века, опять-таки они в центре города и застройщик хотел их снести и построить 12-этажное здание. Но здесь, конечно же, возмутились прежде всего сами жители, которых уже подхватили городские активисты, вообще люди неравнодушные к судьбе своего города. И отстояли. И мне во этих двух историях с этими домами нравится, что городской активизм, вот этот спор между застройщиком и людьми неравнодушными, он переселился в здание суда, то есть на правовую платформу и был суд, который в обоих случаях проявил коррупционную составляющую, в общем, эти оба дома, они стоят и они остались. Вот. И еще каждую весну или осень, и весной, и осенью у нас бывает так, что собирается, просто дается клич, и люди с разных концов Ташкента едут в наши горы, это примерно ста километрах от Ташкента и начинают просто убираться, убираться во врагах, убираться в каких-то полянках, где сами же люди несознательные разбрасывают мусор. Вот. Спасибо. Это очень да, когда жители, сознательные жители понимают, как сильно замусорены наши города, наша планета. Я хочу спросить сейчас у Салтанат. Скажите, пожалуйста, Салтанат, насколько жители Алматы успешно мобилизуются против каких-то непопулярных инициатив властей, чиновников, строительных компаний, и дает ли это какой-то результат, пожалуйста, Салтанат, вам слово. Да. У нас, конечно, хорошо, что появились сети, так как именно в Фейсбуке очень активно гражданское сообщество. И действительно, если раньше как-то разобщено было общество, а сейчас вот примерно, вы знаете, в 2015 году возникло движение защитимого Алматы, когда мы защищали историческое здание на Мира Кирова. И это была точка отправления, когда гражданское сообщество стало активно действоваться. Мы тогда, к сожалению, не смогли отстоять это здание, его все-таки снесли и построили просто убогое огромное здание, но тогда вот началась точка отсчета. и вот одно из таких важных побед это то, что мы отстояли исторический центр города. Мы запретили, ввели правила по запрету многоэтажной застройки плотной в историческом центре. и все здания, которые будут строиться, если вдруг снесется по какой-либо причине, ну, в смысле, разрушится здание историческое, то только в таком же стиле, в такой же этажности. И это очень важная победа, потому что мы раньше, конечно, боролись за каждое здание историческое. Также мы в прошлом году отстояли от варварской реконструкции такие большие парки, как парк 28-ми гвардейцев панфиловцев, парк дружбы. Эти парки, там планировалась и вырубка деревьев, и строительство каких-то ненужных фонтанов. Вместе с активистами мы добились того, что отменили реконструкцию такую, значит, урезали бюджет и отменили вырубку деревьев. Также и по улицам, мы также из-за того, что жители выступили против, несколько улиц вообще отменили реконструкцию, например, улица Жамбыла, там прям активно коренные алматинцы вышли, это был такой скандал, вот, ну, можно сказать, митинг, был такой стихийный митинг, и власть тогда прислушалась и отменила реконструкцию этой улицы, этой тихой исторической части города, вот, ну, также несколько таких улиц есть, да, также вот у нас недавно совсем была такая победа, значит, на микрорайоне Таугуль планировалось на стадионе, такой между микрорайоном стоял стадион, находился стадион, и там где-то наполовину планировалось захватить и построить там здание, значит, какой-то колледж, жители, вначале вот сто человек вышли на акцию протеста, вот, затем мы организовали флешмоб, и вышло триста человек, и тут же приехал Аким района, прокурор, и они пообещали, что они не будут строить, и на самом деле, вот сейчас мы видим, там заморожена стройка, и они ищут выход из положения, как дать другой участок, да, также мы вместе с активистами отменили строительство ковид-центра, это прям среди жилых зданий, вплотную, можно сказать, жители так активно очень участвовали, и мы смогли отстоять, хотя это было очень тяжело, но по каждому кейсу это был тяжелый труд, я просто могу перечислить их, это было действительно тяжело все отставить, это, вот, например, сейчас вот мы помогли жителям Бухар-Жирау заморозить проект реновации по их району, там огромное количество нарушений, коррупционных рисков, и мы сейчас пытаемся это решить с Акиматом, вот, также мы отменили реконструкции фонтана неделька, потом победа в горном гиганте, стройку остановили, им пришлось приводить соответствие с законом, создали, я создала комиссию по рекам и родникам, которая до сих пор, вот, сегодня был рейд по рекам, по реке Большая Алматинка, мы вместе с компетентными органами природоохранной полиции проходим и смотрим, где есть стуки, где есть, где мусор, все это отмечается, полиция штрафует, вот, и она уже идет около месяца и дальше будет продолжаться, ну, в основном, конечно, это с моим очень таким энергичным продвижением, потому что, ну, как-то власти не очень выгодно этим заниматься и постоянно приходится их давить, вот, и важная победа, вот, по Грандгородке, там мы заморозили пробивку Назарбаево, центральная улица, это, значит, ради престижного, ради элитного коттеджа хотели пробить целую огромную улицу, и мы, значит, сейчас поддержали жителей, и вот сейчас она замороженная, постройка, вот, и ведется расследование, затем вот цементный завод, там, конечно, вопиющие нарушения, и мы сейчас подняли эту тему, которую никто за 8 лет не поднимал, и, наконец, к ней прислушались к этой проблеме, и президент, и депутаты, сейчас все об этом пишут, и мы надеемся, что это решится проблема, вот, также мы участвуем активно в общественных слушаниях, но я хочу сказать, вот, еще, что у нас получается, что в основном идет уличная борьба, это сходы, митинги, такие, ну, так как у нас митинги не носят политического характера, поэтому власть так нас не прессует, и никуда нас не забирают, хотя пытаются нам угрожать, дело в том, что нарушаются права жителей, и поэтому, ну, в обеспечении комфортной средой, поэтому власть как-то не прессует в этом отношении, и также мы идем не только в такую уличную борьбу, да, но и по юридическим направлению, у нас есть юристы в нашем движении, и, кстати, я создала общественное объединение в конце прошлого года «Защитим Алматы» с одноименным названием, я там являюсь председателем, и у нас есть юристы, активисты, есть те, которые вместе со мной вот ходят и снимают, я снимаю прямой эфир, и юрист со мной рядом ходит и объясняет, какие нарушения, вот, и таких примеров очень много, вот, например, еще вот такой пример, парк в микрорайоне Коктубе открыли для общего пользования вот сейчас только после наших флешмобов, наших сходов, митингов, этот парк был закрыт 30 лет, 30 лет, представляете, никто в него не входил, находится в частной территории, и частник хотел, значит, разрешить там строительство коттеджного городка, но жители выступили против, мы, к сожалению, не слышали, мы присоединились и организовали флешмобы, митинги, и власть услышала, и сейчас этот парк открыли и присвоили парку назначение R1, это значит, теперь это рекреационная зона, там строить нельзя, вот, и я вот хочу сказать, что надо вот необходимо двигаться в двух направлениях обязательно, и значит, уличная борьба, юридическое направление, и, конечно, сотрудничество с властями в плане того, чтобы обеспечить как-то законодательство. Спасибо, Салтанат, сейчас у нас в конце вы будете давать нам рекомендации, потому что это очень интересно, то, что у вас там происходит, у вас есть такая в Алма-Ате вообще очень активные жители, и когда мы выбирали между Нур-Султаном и Алма-Аты, мы выбрали Алма-Аты, потому что действительно то, что делают алма-атинцы, это очень заметно и значимо. Вообще очень радует, что городские жители объединяются и решают свои проблемы. У меня теперь вопрос Гульноре Амершоевой. Гульнора, пожалуйста, расскажите нам, насколько легко реализовать проекты по, допустим, по городскому партизанингу в Душамбе. какие проекты можно реализовать, какие нет и почему. Ну и примеры приведите, пожалуйста. Пожалуйста, Гуль. Гульнора? Слышно меня? Да, пожалуйста. Я хочу спросить, мне вот издалека рассказать, как это все зарождалось или самые свежие примеры пока, потому что очень много примеров, интересные примеры. Давайте самые свежие примеры. Давайте. Хорошо. Помните, когда это зарождалось. Ну, вы говорили 10 лет тому назад. Да. Разведите на социальной сети. Пожалуйста. Ну, смотрите, если говорить именно о благоустройстве города, о которых много интересных примеров рассказывали мои коллеги, то в этом плане у нас, так скажем, успехи небольшие. Успехи именно побед не было особых. Были движения активистов, были очень много обращений, петиций, очень много недовольств социальных сетях. Это все началось в 2015 году, когда было начато реализация нового генплана или не нового, я не знаю, уже сколько много раз интерпретируют этот генплан, поэтому уже непонятно, какой он, новый, старый, вот, и в 2015 году было объявлено, обнародован список около 15, кажется, зданий, исторических зданий, которые подлежат сносу. Это действительно самые яркие, самые красивые, самые, можно сказать, значимые по архитектурному, значит, по архитектуре, по исторической значимости, по вообще величию здания в Душанбе, которые подлежали сносу. И, конечно же, жители города Душанбе не могли на это спокойно смотреть, и они начали трубить во все колокола, что нельзя так поступать с тем историческим наследием, которым обладает не только столица, но и, можно сказать, на уровне государства, на уровне страны. И были сделаны несколько петиций, в основном они были онлайн, петиции, которые подписывали люди. Эти петиции передавались не только в городские власти, но и в парламент, в верхнюю палату парламента. И люди высказывали различные мнения, очень трогательные, трепетные слова о том, что нельзя разрушать историю. К сожалению, наши доводы не были услышаны властями и власти продолжали свою политику по преобразованию города в рамках этого генплана. Из всех зданий, которые мы просили, стоит пока только знаменитая во всем мире Чайхана Руха, тоже внесли в список сносимых зданий, потом что-то пауза какая-то была, потом говорили, что пока не будут сносить, потом снова говорили будут, но я думаю, что ее не сносят не потому, что городские жители просили, а потому что, на мой взгляд, это Чайханой владеет очень влиятельный человеком. Другое историческое здание, драматический театр имени Маяковского, он был также снесен, несмотря на все просьбы, мольбы, петиции, высказывания, миллион статей в СМИ, миллион сообщений в соцсетях от разных людей тоже снесли и знаменитый наш наше здание аппарата президента тоже украшало центр города Душанбе его тоже вот начали сносить в прошлом году и уже остался там один небольшой корпус ну и все остальные другие здания то есть что касается застройки в этом плане я к сожалению хочу сказать что несмотря на активность граждан власти нас не услышали но зато у нас есть положительные примеры гражданск можно сказать даже ну не городского гражданского активизма в решении социальных проблем которые не касаются благоустройства какого-то в городе в этом плане власти нас поддерживают очень даже активно и хорошо вот самый последний пример я хочу сказать он буквально вот был в прошлом месяце или в этом даже месяце в начале этого месяца такой кейс очень громкий кейс о жестоком убийстве маленькой девочки с элементами насилия и 8-летняя девочка была очень жестоко изнасилована своим соседам на это не смогли закрыть глаза ни один из ни один таджикистанец я хочу сказать что все таджикистанцы буквально были в шоке от этого ужаса и тут же очень за короткий срок за один день при помощи общественной организации было написано обращение в верхнюю палату парламента спикеру парламента и собраны значит тысячи сотни тысяч подписей онлайн а также инициировали оффлайн подписи то есть одна наша активная чеменистка так скажем не ссора сулова быстренько мобилизовала своих коллег свои силы это обращение они распечатали и собрались в парке в центре города был дан клич в социальных сетях о том что люди могут прийти подписать уже живую так скажем подпись поставить и тоже за буквально 2-3 часа очень много людей пришли подписать эту петицию буквально на следующий день то есть за один день вот это обращение с онлайн подписами было передано спикеру верхней палаты парламента и уже на следующий день был дан ответ о строгом контроле над этим делом во все правоохранительные органы в частности генеральную прокуратуру и сейчас это дело находится под личным контролем Рустами Мамали мэра города Шрабей который также является спикером парламента верхней палаты парламента это вот самое громкое дело буквально которое было в этом месяце в начале от июля еще один такой интересный кейс по гражданскому городскому активизму я бы хотела отметить это было в 2018 году когда впервые у нас в городе заговорили о харассменте уличном можно так сказать харассменте такая вот можно сказать ну как сказать обычная во все времена это было когда на улице приставали к девушкам последние годы это уже переполнило чашу терпения девушек женщин и все началось с активных действий одной из девушек которая подверглась вот такому приставанию бесцеремонному на улице это было шагло ибрагимова с нее все началось когда она обратилась к участковому милиционеру на улице за такое неподобающее приставание со стороны мужчины и тот просто не отреагировал на это обвиняю ее же саму в том что она сама дает повод она решила не останавливаться сделала опрос в сетях насколько девушки подвержены вот такому харассменту сделала такое небольшое для себя исследование и обращение к мэру города о том чтобы уже приняли какие-то меры в этом направлении тут же мэр города отреагировал на это были созданы различные рабочие комиссии какие-то другие действия по отношению к правоохранительным органам и это стало модно уже можно сказать жаловаться в социальных сетях на любое домогательство на улице еще где-либо и милиция очень активно в это вовлеклась и вот каждая они с таким рвением стали задерживать реагировать на любую жалобу со стороны девушек задерживать этих так скажем ну ладно парней да мужчин и вот десятки административных дел было показательных причем которые вызывали резонанс милиция это все публиковала они тоже сейчас открыли социальные сети у нас городское управление милиции открыло социальные сети в соцсетях и публиковало вот этих нарушителей которые задерживали там подметали дворы милиции на 15 суток их сажали по разному степени наказания и все соцсети как бы активные пользователи соцсетей аплодировали и такие ну скажем уже такой флешмоб пошел по соцсетям девушки не молчите и любой ваш обидчик вот так же будет наказан подметать двор в милиции то есть сейчас это вот ну вот этот кейс он до сих пор поддерживается то есть всегда можно найти справедливость если тебя кто-то обижает в девятнадцатом году я могу привести пример тоже такого активного гражданского такого порыва когда было объявлено о резком повышении цен на интернет со стороны главной службы связи и потом уже по всем мобильным компаниям все мобильные компании начали говорить об этом тут же все активное гражданское общество встало в соцсетях и тоже были обращения уже президенту страны о недопущении такого беспрецедентного повышения цены на интернет ну которая действительно исчислялась там я не знаю лол если поправишь меня на 300 процентов что ли да кажется было я сейчас не помню я сейчас тоже не помню но это было очень высокие это было неимоверно если я например в месяц трачу примерно около 10 долларов на телефонные разговоры то я бы тратила их да я вот помню я даже считала то я бы тратила уже тысячу то есть 100 долларов это в 10 раз это было очень ужасно и естественно люди подняли свой голос против этого и уже очень даже скоро буквально в течение каких-то там я не знаю может быть месяца что ли или меньше месяца глава государства отреагировал вот даже пресс-секретарь говорил о том что глава государства осведомлен о недовольстве граждан ростом цен на мобильный интернет и отменил распоряжение антимонопольной службы о повышении тарифов радует радует что улицы душамбе сейчас по сравнению с восемнадцатым годом скажем на них стало более безопасно действительно меньше я могу еще сказать о экологических проблемах может быть вы потом мне время дадите если останется экологическом активизме то же что поставить именно города то есть как блогеры стали инициаторами простые блогеры стали инициаторами экологических акций в городе они говорили о том что нужно следить за своим городом что если кто-то его засоряет то мы можем показать пример как его очищать и на эти обращения блогеры самый известный блогер который это начал Амир Исаев и Наурус Адинаев они уже на протяжении двух лет проводят такие постоянные субботники в различных частях города эти субботники уже переросли не только в субботники но и в акции по посадке деревьев эти акции поддерживают на каждой акции приходит до 200-300 человек которые убирают город или сажают деревья и в этом конечно же они сначала естественно получают поддержку городских властей и городские власти каким-то образом содействуют могут машины подвезти чтобы эти мышки мусора убрать таким образом помочь спасибо гульнора вы все отмечали что успешные проекты невозможно реализовать без одобрения или сотрудничества я не знаю или как-то без одобрения там городских властей давайте теперь поговорим обсудим вопрос сотрудничества между городскими администрациями активистами а также с бизнесменами многим из нас известно что например в развитых странах западной Европы эти три стороны тесно сотрудничают и сообща работают над улучшениями своих городов решением каких-то актуальных проблем в этом ключе картина в нашем регионе не такая образцовая но как наладить и поставить на стабильные рельсы это сотрудничество благо наших как вы думаете рада скажите пожалуйста это очень сложный вопрос мы вот с бизнесом не особо сотрудничаем у нас вот есть кейс два года назад у нас ботанический сад он вообще создает климат в городе он находился под угрозой засухи было как раз два года назад очень жаркое лето и тогда мы объявили краудфандинг компанию совместно с экологической организацией которая базируется на ботаническом саду мы говорили о том что региона система прошла в упадок ее нужно починить и на срочный ремонт мы собирали деньги из гаража но долгосрочной целью мы поставили цель чтобы Минфин выделил значительную сумму для ремонта всей ирлигационной системы там было 10 миллионов сомок по-моему потому что до этого ботаническ обращался несколько лет и каждый раз Минфин отказывал благодаря этой информационной компании мы добились того что они выделили 10 миллионов но к сожалению потом наступила эпидемия и эти деньги не были выделены по поводу бизнеса что я хочу сказать когда мы собирали деньги для срочного ремонта ирлигации тогда было очень много бизнес-компаний международных компаний которые внесли свой вклад это был такой успешный пример по поводу других кейсов я думаю у каждого бизнеса есть такой компонент в работе это социальная корпоративная ответственность они в рамках этой деятельности сотрудничают с организациями с различными но как правило это все-таки не городские инициативы да то есть вот это понимание что нужно вкладываться в город еще у бизнеса нет я в свое время тоже работала в бизнес-структуре и я помню что когда мы поднимали эти вопросы то всегда то есть на повестке то есть повестка стоит так что нужны быстрые но эффективные способы а изменение города допустим благоустройство города это всегда изменения которые требуют времени на которые не каждый бизнес готов но вот по поводу бизнеса еще тоже такой момент вот коллеги из других стран говорили про то что когда муниципальные органы то есть городские власти ставят такие задачи они реагируют вот один из ярких примеров у нас допустим тротуары очень долгое время буквально до прошлого года у нас вообще муниципальные власти не делают но они обязали бизнес благоустраивать эти тротуары вообще делать эти тротуары возле своих точек в результате мы имеем совершенно ужасный тротуар по всему городу это разная площадка это разное качество это разные уровни и так далее это вот пример такого негативный пример такого взаимодействия бизнес всегда ищет какую-то выбор это пиар это реклама и поэтому да такие кейсы есть но они скажем они они единичны то есть они не поставлены на долгосрочную основу они неустойчивы и всегда это как-то делается на мой взгляд это делается ради кауч пока лола звук рада я у вас хочу спросить вот поддерживать будет ли со временем больше людей вовлекаться сферу городского активизма или их всегда будут только единицы вы знаете я бы очень этого хотела но вот к сожалению вообще политическая ситуация стране к этому не располагает и вот даже когда у нас вот эта вот ситуация с его дорожками когда у нас написали заявление в ОВД и много сне об этом написали но мы сейчас стараемся об этом не думать я решила что мы это переживем будет это штраф либо что это будет то есть ну мы ставим долгосрочные цели да и бояться каких-то таких вещей когда не идти в активизм да но люди простые горожане которые пришли вот на этот воркшоп которые участвовали в реализации для них это конечно такой звоночек есть люди которые повыходили допустим из нашей группы да есть люди которые не участвуют в дискуссиях хотя поначалу были все очень активны и мотивированные вот но я думаю что активизм это не для слова по все таки если еще речь идет о низовом активизме да о партизанинге и так далее то есть здесь нужно иметь определенную смелость и и понимать да что если этого не будет то ничего не будет на самом деле и когда есть конечно проекты которые там допустим благоустройство которые ты никак не можешь сделать без согласования с государством да да это очень это очень важная работа но тем не менее она будет рамках закона но нам нужны вот такие вот смелые вещи которые просто ну будут говорить о том что ну мы не согласны да то есть делать нас более виденными как горожан и активистов и я думаю нам нужно развивать именно вот это направление я очень надеюсь что смелых людей будет больше нужно просто дать им возможность да потому что когда мы объединяемся мы становимся смелее и сильнее даже вот я на личном опыте это испытываю либо ты стоишь одна говоришь да с сотрудником ЦУМа который против тебя либо ты говоришь и знаешь что за тобой люди которые тебя поддерживают и при этом еще все снимают да на телекон и это конечно огромная поддержка я думаю вот это вот единение оно дает нам силу и мы будем стараться создать это комьюнити я желаю вам удачи спасибо Лола я хочу у вас спросить как власти в Ташкенте реагируют на инициативы городских активистов есть ли у бизнесменов понимание финансовой и прочей ресурсной поддержки этих инициатив как вообще должно выглядеть сотрудничество с городскими администрациями бизнесменами и активистами что для этого нужно сделать пожалуйста Лола если инициатором какого-то мероприятия выступает само государственное учреждение скажем тот же Хаким Яд то понятное дело что его всегда поддерживают и проправительственные проправительственные МПО и молодежь и школьники и вузы здесь вот как бы и средства у них находятся вот что касается бизнеса я вот подумала о том что пыталась вспомнить сколько бизнесменов поддерживали вот такой наш активизм и вспомнила буквально несколько таких крупных таких транснациональных корпораций это Nestlé это КНАУФ компания которая поддерживает партизанинк но у нас я думаю что вот эти мероприятия которые были поддержаны этими двумя компаниями которых я сейчас вспомнила они были инициированы снизу то есть к ним к этим корпорациям обратились активисты я думаю что если есть какие-то МПО которые занимаются которые профилируются именно на вот такой активности то нужно инициировать обучение обучение именно поиску средств для поддержки потому что не каждый может прийти и рассказать и грубо говоря продать в хорошем смысле продать свою идею для того чтобы ее поддержали какие-то корпорации вот есть еще одна проблема почему я думаю бизнес не всегда поддержит ну вот во всяком случае у нас в Узбекистане смотрите бизнесу что в данной в данной ситуации нужно немного им просто нужно чтобы средства массовой информации где-то упомянули что эту акцию поддержала там или деньги финансировала такая-то компания им это нужно иначе зачем им это все поддерживать здесь наши средства массовой информации встают в позу говорят это реклама вот это реклама хотя это скорее не реклама то есть там нет элементов но средства массовой информации хотят поддержать свое СМИ заработать на этом денег вот кроме того у нас есть антимонопольный комитет который может это неправильно интерпретировать таким образом у организации у компании я имею ввиду у них нет никакого стимула поддерживать это если это конечно не заложено в их в их уставах вот поэтому вот первое мое предложение это если у кабар или у каких-то международных организаций получится наладить именно обучение обучение людей которые могли бы искать деньги на такие мероприятия то есть это своего рода управление такими вот проектами то есть взять не просто вот чтобы это шло стихийно а чтобы уже были люди какие-то менеджеры которые бы управляли такими активностями вот и второе ну нужно как-то продвигать в массы культуру поддержки порядочными компаниями добросовестными компаниями таких вот акций спасибо лола надеюсь что появятся такие компании которые будут это продвигать им надо предлагать вы понимаете мы не всегда я говорю в этом месте потому что очень большую роль играют в этом и средства массовой информации и вообще само понимание о том что в каких условиях в какой среде городские жители живут и что необходимо делать для того чтобы объединить усилия трех сторон о которых мы сейчас говорим я хочу спросить у Гульноры как можно дальше развивать движение городского активизма в Таджикистане чтобы оно было внушительным и по числу и соответственно имело большую силу больше вес в городе что нужно для этого сделать как вы считаете что нужно делать быть более активным больше переживать за свой город больше вовлекать в эту аудиторию и людям не нравится когда они могут быть причастны к чему-то доброму к чему-то светлому к чему-то позитивному и не у всех просто хватает какой-то может быть скажем характера такого инициативы энтузиазма и есть такие энтузиасты которые ведут людей есть такие лидеры но их мало потому что у них лидеры же они не просто так вот лидер на диване лежат и вот пришла какая-то искрометная идея они что-то придумали и сделали если он лидер он лидер везде он сам по себе то есть он занят во всех сферах своей жизни и соответственно у него не так много времени чтобы постоянно заниматься этим я вот за себя скажу потому что я не буду хвастаться но многие городские инициативы именно начались с нашей активной деятельности как газеты городской мы не только писали об этих проблемах но мы их притворяли в жизни своими действиями своими решениями то есть именно активных действий вечерки начались эти экологические акции и потом уже тот же самый Амир Исаев который был участником моих городских акций он перенял этот опыт у меня сейчас он этим занимается можно сказать мой ученик мне сейчас этим заниматься некогда сейчас у меня другие приоритеты например я сейчас очень много занимаюсь такой неординарной темой но очень животрепещущей для нашего региона который никто другие не хотят этим заниматься потому что это очень больная тема и для нервов и для здоровья и вообще для понимания общества это защита бездомных животных то есть кроме нас этим никто не занимается я вот это движение по защите бездомных животных я его расширяю я его поддерживаю как могу информационно и большому счастью оно набирает обороты и мы уже имеем какие-то подвижки для реальных каких-то своих действий то есть мы уже инициируем законы нас уже поддерживает парламент уже одни поправки были внесены по ужесточению наказания за жесток обращение к животным сейчас мы уже пишем другие законы то есть вы понимаете что это нелегкая работа заниматься этим гражданским активизмом городским активизмом вот нужны такие же положительные примеры которые воодушевляют людей и очень много они интересны и знаете вот такой пример он положительный он очень вдохновляет других то есть люди когда видят что кто-то занимается чем-то интересным полезным они тоже инициируют свои какие-то акции не у всех просто получается потому что действительно для этого нужно какие-то умения иметь и поддержку вот что касается поддержки как раз о которой говорили мои коллеги то есть поддержки не только городских властей но и какой-то финансовый потому что городская власть она поддержит только тем что даст добро добро она даст на любую положительную так скажем какую-то идею которая не вредит городу а наоборот повышает ее так скажем авторитет в глазах народа то есть те же уборки те же посадки деревьев ради бога сажайте убирайтесь мы вас в этом поддержим главное вовремя отнести это скажем письмо уведомления и вовремя получить этот ответ потому что сами знаете бюрократия вещь длительная и можно не дождаться этого одобрения когда уже все сроки проходят и сезон посадки деревьев кончится вот что касается поддержки со стороны бизнесменов раньше бизнесмены очень много активно помогали такие точечные обращения со стороны гражданских например меня они никогда не отказывали не могу сказать что они очень много давали денег для этого нет они могли накормить тех же самых наших группу наших активистов в количестве там 100 человек сделать им обед принести там воды на всех мороженое и дать какие-то мелкие деньги чтобы мы купили эти пакеты для мусора перчаточки что-нибудь такое то есть такая мелочная поддержка была тем не менее хоть и мелочь но спасибо вот больших денег конечно никто не даст сейчас это стало меньше потому что кризис пандемия денег у никого нет вот ну это все понятно вот поэтому и реально это все как-то действует на всю эту активность ну вот например по посадке деревьев международная организация ПРООН она просто купила эти 2020 деревьев в прошлом году вот нашим активистам блогерам которые и вот эту крупную масштабную акцию по посадке 2020 деревьев в 2020 году они провели вот что что я еще хотела сказать ну да что там у тебя убежало да если будут вопросы еще отвечу хорошо спасибо спасибо большое Гуля вот я думаю что у Салтанат у нас самый такой положительный ну такой самый пример который которым она может поделиться с нами опыт которым она может поделиться с нами и рассказать о том как же работают они с городскими властями и вообще как же они достигают тех результатов которые которые у них сейчас есть расскажите пожалуйста нам об этом Салтана пожалуйста в начале до 2016 года наверное у нас была такая можно сказать протестное движение в защиту города но когда я стала вот я о своем собственном опыте расскажу когда я стала значит по реконструкции парков улиц общаться с властями значит с руководителями управления зеленой экономики то они ближе меня узнали и вначале я их конечно фритировала там значит заставляла отчитываться там выполнять требования по поливу и так далее вот вначале они немного сопротивлялись но потом все шло очень хорошо вот они не отчитывались обо всех нарушениях или там по ливень и по ливию вот и так удачно произошло что недавно совсем эти два акима эти два руководителя стали акимами двух районов и получается что вот мои как бы личные связи они очень сейчас помогают в решении многих проблем по уплотняющей застройке по вырубке деревьев вот и но к сожалению конечно в целом власть понимает что гражданское общество это новая реальность но есть отдельно взятые чиновники которые пытаются жить по старинке и у нас вот восемь районов и к сожалению два три акима всего они вот живут по новым правилам они пытаются не пытаются они идут на сотрудничество с жителями города встречаются слушают выслушивают мы постоянно встречаемся с акимами Медеусского быстрее Медеусского и Алмалинского районов и он выслушивает и выполняет наши просьбы и требования и например вот я сейчас хочу рассказать о нашей такой очень такой хорошей победе это мы инициировали методику определения ущерба окружающей среде в зависимости от породы дерева от возраста дерева назначается штраф чем выше возраст дерева тем больше штраф к сожалению вот в нынешних правилах мы их никак не можем хотя мы их инициировали значит обсудили уже как бы почти добились но того чтобы они были приняты к сожалению сейчас они не приняты и в старых правилах к сожалению очень такие мизерные штрафы за вырубку деревьев и конечно это идет на руку рубщикам застройщикам которые вырубают целые рощи деревьев ради своих застроек и ухудшают таким образом комфортную среду жителей города и вообще экологическую обстановку в городе и благодаря вот этой методике которую мы добились таки вот и они даже не знали мы случайно обнаружили к счастью обнаружили совсем недавно и теперь ее применяем можно сказать проверяем каждый объект недавно совсем вырубили 50 деревьев в коптехнику если бы не обратили внимание властей чтобы по этой новой методике значит оштрафовали сейчас назначили экспертизу 30 деревьев и получается что рубщик не заплатит мизерные 30 долларов примерно а подвергнется уголовному наказанию а это очень важно это просто значит предотвратит в дальнейшем преступления других рубщиков и что чего мы сейчас добиваемся вот я сейчас хочу сказать о том что нам очень нужна помощь бизнесменов к сожалению у нас всего можно один-два бизнесмен бизнесмена бизнесвумен которые помогают нам это Жанна Нурсиитова Жанна Сингарина Халида Ажигулова вот они помогают из собственных средств значит оплачивать экспертизу по деревьям мы например вот сейчас топирует вы знаете топирование да это просто под пальмы срезают деревья это деревья погибают и портится эстетический вид естественно вот и поэтому в нынешних правилах это разрешено но мы инициировали новые правила с помощью вот этой экспертизы которую мы заплатили например по 30 тысяч тенге и также по нет по 200 тысяч каждую и по 30 тысяч несколько деревьев вот и из гражданских взносов в наше общественное объединение вот у нас мы забрали 400 тысяч тенге мы оплатили эти экспертизы и теперь инициируем новый закон в следующем году теперь топирование будет не уведомительного а разрешительного характера это значит мы спасем огромное количество деревьев и поэтому конечно нам нужна помощь бизнесменов вот сейчас нам нужна экспертиза по почве она очень дорогая примерно 50 тысяч долларов стоит это не по карману активистам не по карману жителям города но для бизнесменов это конечно было бы по карман но к сожалению у нас пока нет таких бизнесменов которые могли бы вложиться а для чего нам нужна эта экспертиза для того чтобы предотвратить строительство в горах предгорьях потому что это нарушает экологическую ситуацию в городе и грозит оползнями и также тем что сейчас воды катастрофически в городе не хватает в некоторых районах ее вообще уже на Розбайском районе ее нет вот поэтому спасибо огромное вам действительно чем больше неравнодушных людей чем больше бизнесменов будут поддерживать развитие городского активизма тем будет благоприятнее среда в которой мы с вами живем и в городах и в селах и везде вот у нас вам задали вопрос как бы вы оценили развитие городского активизма при Байбеке и Сагенпаеве в Алматы пожалуйста коротко если ответить на этот вопрос при Байбеке я считаю что он нанес самый большой урон дело в том что он подписал огромное количество незаконных строек которые сейчас я понимаю что это мэры Байбек и Сагенпаев это мэры Алматы Байбек это был прошлый мэр а сейчас Сагенпаев Сагенпаев к сожалению в последнее время тоже стал подписывать вот такие разрешения для незаконных строек и я считаю что Байбек нанес огромный урон городу сейчас вырубается огромное количество деревьев строится на каждом кулачке земли значит во дворах в парках захватываются все парки скверы каждый лакомый кусочек захвачен незаконной стройкой это все подписал Байбек поэтому я считаю его таким можно сказать преступником к сожалению к сожалению не всегда популярны популярные решения принимают руководители администрации ну вот такова реальность которой которой мы с вами живем спасибо всем вам огромное за ваше участие за вашу экспертизу и я думаю что городской активизм в наших странах он как некоторые из вас сказали в некоторых странах он находится в сочаточном состоянии в некоторых странах он более в некоторых городах например вот как мы видим о салтанат он более развит надеемся что больше будут появляться неравнодушных людей и свинда в которой мы живем она будет более благоприятна и городской активизм будет активно развиваться в наших странах я хочу сказать напомнить нашим участникам что сегодня с нами на связи из Ташкента была Лова Исламова из Алматы Салтана Ташимова Рада Валентина из Бишкека и Гульнора Амиршоева из Душамбе модерировала экспертные обсуждения Лола Алимова а по этой и другим темам наши материалы вы можете читать на сайте www.kabar.azia спасибо что были с нами до новых встреч спасибо до свидания до новых встреч до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...